Португалия. Жара. Температура свыше 30 градусов. В Альгарве, туристической столице страны, пляжный сезон в самом разгаре. Это оживленное место должно было привлечь и тех, кто ищет работу. Тем не менее, во многих барах и ресторанах на побережье не хватает обслуживающего персонала. Сузана Алкобия – владелица кафе, ее заведению срочно требуется бармен. Но на своих соотечественников Сузане рассчитывать не приходится. «Это очень тяжелый труд. Человек должен работать день и ночь, не разгибая спины. Конечно, люди охотнее работают в супермаркетах, торговых центрах или в сувенирных магазинах. Нам не так просто найти человека, который захотел бы работать у нас». 25-летняя Ванесса Конде, приехавшая из Порту, уже два месяца работает в одном из баров на побережье. «Каждый четвертый из ее ровесников не имеет работы. Поэтому, считает Ванесса, сейчас не время быть слишком разборчивым». «Я накрываю и убираю со столов, иногда даже стою на улице, зазываю посетителей». Хотя в настоящий момент в Альгарве насчитывается около 40 тысяч безработных, денежного пособия по безработице людям, видимо, хватает. Настолько, что порой они просто отказываются от предложений, которые получают в центре занятости. Большинство не собирается наниматься на сезон. Люди сразу хотят найти постоянную работу. Но как в центре занятости, так и в частных кадровых агентствах, как здесь в Портимао, очередей желающих найти работу нет». «Проблемы с кадрами очень острые. За последние два-три года многие люди покинули Португалию из-за экономического кризиса. Теперь у нас действительно не хватает рабочих рук. Кроме того, люди, которые остались в Португалии и готовы работать, иногда просто не соответствуют требованиям работодателя». Найти место в турбизнесе или сфере обслуживания действительно непросто тем, кто прежде работал в строительной отрасли или сельском хозяйстве. Жуан Дуке, экономист, находит странным, что во время кризиса и безработица, остается столько свободных рабочих мест. «Все предложения работы должны проходить через центр занятости. Тогда мы сможем не только находить для людей подходящую работу, но и контролировать, принимают ли они эти предложения. Если люди отказываются от работы без уважительной причины, нужно сокращать пособие по безработице». Тем временем рабочий день Ванессы подошел к концу. Она устала. Ее зарплата за месяц составляет 700 евро. И иногда она может позволить себе добраться до дома на такси. Через пару месяцев летний сезон Вальгарва закончится, но о будущем студентка не беспокоится. «Если я найду здесь другую работу, я останусь. А нет, поеду обратно в Порту. Может быть, вернусь туда, чтобы писать мою дипломную работу по психологии. Я не боюсь остаться без работы. Даже если в моей области шансов найти работу немного, уж что-нибудь я всегда себе смогу подыскать». Между тем, в баре Пикадилли Ванессу сменил 28-летний Нил Бахадур Тапа из Непала. Молодой человек приехал в Вальгарва, несмотря на кризис. И он не боится тяжелой работы. Нил планирует здесь остаться, ведь работать на побережье, считает он, всегда выгодно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова